Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Открытый диалог» в студии Раду Гордиш. Сегодня у нас в гостях Кисуркина Светлана Николаевна, директор Люберецкого политехнического техникума имени Юрия Алексеевича Гагарина. Светлана Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Мы на прошлой встрече с вами рассказывали нашим зрителям о том, какие праздники проходят в вашем техникуме, как вы съездили в Лондон, историю памятника достаточно интересная, я думаю, что наши телезрители все помнят. Но в этой передаче уже хотелось бы поговорить непосредственно про образование, потому что это достаточно серьезная тема в нынешнем времени. И хотелось бы задать первый такой вопрос. Насколько изменился сам техникум за последнее время, за последний период времени? Ну, вы знаете, образование ведь не стоит на месте. Мы развиваемся вместе со временем и с развитием науки, техники. Мы должны шагать в ногу. Поэтому в 2011 году мы перешли в статус техникума. Это тоже был наш подарок к 50-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина. Видите, все время связано с этой датой, с Днем космонавтики. И вот с этого периода мы уже стали реализовывать специальности среднего профессионального образования. Пока у нас еще их не так много. Мы начали реализовывать технологию продукции общественного питания и экономика, и бухучет. И, конечно же, мы сохранили, это было одно из условий при переходе на ступеньку выше в СПО, в систему СПО среднего профессионального образования, что мы сохраним профессии начального профессионального образования, рабочие профессии, те, которые сейчас как никогда востребованы, они всегда востребованы. И помимо наших обычно привычных нам профессий, повар-кондитер, контролер банка, экономист, автомеханик, мы стали реализовывать еще и станочник широкого профиля с этого года. Когда-то давно мы тоже готовили по этой профессии, но так получилось, что к 2000 году наше образовательное учреждение осталось без учебно-производственных мастерских, расположенных на территории бывшего завода Ухтомского, потому что завод был продан частному лицу господину Гасту, и наши мастерские остались там. Но господин Гасту, слава богу, до конца нас не выгнал с этой территории, но и в то же время воспользоваться полностью этими учебными мастерскими мы не могли. Оборудовать новыми станками мы не могли. Сделать хороший ремонт тоже не имеем права. И вот эта профессия, именно востребованная станочники, то есть токари-фрезеровщики, она, казалось, выпала просто из поля зрения и из этого перечной профессии, которую мы готовили. И вот очень хорошо, что нас поддержал Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района. Мы провели целый ряд встреч с руководством различных промышленных предприятий. Во-первых, сделали мониторинг, сколь востребованы какие профессии. Несколько выездных заседаний было на базе нашего техникума. И очень хорошая встреча состоялась с Сергеем Сергеевичем Позняковым, генеральным директором, генеральным конструктором завода «Звезда». Как раз завод, который является одним из ведущих, ну, даже, наверное, самое ведущее предприятие космической и оборонной промышленности. И, кстати, скафандр для Юрия Алексеевича Гагарина, в котором он летал в космос, как раз изготовлен был на этом заводе. То есть вот вся жизнь гагаринского техникума, она все равно плотно перекликается и переплетается с космической темой. И вот для этого завода в сентябре 2014 года мы открыли учебный центр на базе завода «Звезда». И заводчане написали над входом, прикрепили такую красивую табличку на золотом фоне, написано гордо, что это учебный центр Люберецкого политехнического техникума имени Юрия Алексеевича Гагарина. Очень хороший был проведен ремонт, капитальный ремонт. Мы когда встречались с Сергеем Сергеевичем, и он показывал нам, где они планируют разместить этот учебный центр, это был просто еще пустой совершенно огромное-огромное помещение на третьем этаже, где ничего не было приспособлено. И буквально за каких-то пять месяцев к первому сентября были уже выведены стены, была проведена канализация, вода, даже горячую воду нам сделали, провели туда. То есть привели в такое полное соответствие? Учебные мастерские, учебный класс полностью экипировали и партами, и столами, и различной техникой такой у нас, и интерактивная доска, все есть. То есть просто молодцы. Ну, получается, что перспективы у тех ребят, которые попадут в эти кабинеты на завод «Звезда», достаточно большие. Конечно. Поэтому у нас корреспондент был на этом заводе, когда презентовали новый скафандр нового поколения, поэтому предлагаю вам и нашим дорогим телезрителям вспомнить и посмотреть этот сюжет. Прежде чем отправиться в учебный центр, будущие станочники в первом потоке 27 учащихся совершили экскурсию по заводу. Скафандр Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, костюмы для пилотов и бронезащитные комплекты, лучшее в мире катапультное кресло – все это дело рук специалистов «Звезды». Именно их традиции продолжат молодые гагаринцы, которые в течение двух с половиной лет будут обучаться и проходить практику в новом учебном центре. Сегодняшний рабочий – это рабочий, который должен обладать глубокими познаниями и в информационных технологиях, это должен быть патриот своей родины, специалист, конкурентоспособный специалист. О юности вспомнил и глава Люберецкого района, и города Люберцы Владимир Ружицкий. Он рассказал ребятам о своей практике на заводе и важности рабочих профессий. Чтобы летать в космос, нужны обычные рабочие люди, обычные рабочие руки, которые знают, как делать из обычного железа какие-то аппараты, которые могут летать. Это делают люди. Новые мастерские – это просторные кабинеты для лекций и практических занятий, оборудованные новейшими фрезерными, токарными и точильными станками. Нет никаких сомнений, что в этих стенах гагаринцы получат достойное образование и с гордостью пополнят ряды профессионалов Люберецкого района. Случайно услышал, что на заводе «Звезда» не хватает кадров, а в гагаринском училище учат. Почему бы и нет, подумал. Тем более, все равно этих всяких бухгалтеров, ну вот этих профессий много, а если не хватает, то почему бы и нет. Стоит отметить, что руководство завода «Звезда» уже выступило заявлением о том, что по истечении двух лет молодым специалистам будут предоставлены рабочие места и достойная заработная плата. Кристина Моносорян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Только что мы посмотрели сюжет продукта завода «Звезда», а те, кто там будут работать, будут учиться вот в этом учебном центре на территории завода. Скажите, какими еще возможностями обладает вот этот учебный центр? Ну, во-первых, то, что в учебном центре стоят современные станки. И станки, ведь раньше не секрет, очень трудно было ребят привлечь на профессию токаря, фрезеровщика, потому что в их представлении это были, ну, наверное, такие масляные станки, масляная грязная спецодежда. Ведь сейчас все по-другому. Сейчас в наш современный век эту кнопочку нажимаешь, задаешь программу. Программист, не просто станочник, токарь или фрезеровщик, ты программист. И для ребят это очень важно, когда они видят, что все по-другому. Цех выглядит совершенно по-другому, станочный. И, конечно, мы им говорим, ребят, вы посмотрите, какая честь для вас вот в таких условиях заниматься. Когда наши мастера производственного обучения, старейшие, приехали на завод и увидели первый раз этот цех, они говорят, боже мой, какое же это счастье, что мы уже можем ребят обучать вот в таких современных условиях, как это здорово. Потом, вы знаете, завод настолько хорошо к нам относится. Ребят, они по четвергам на практике производственной, каждый четверг. Завод все время предоставляет очень красивый современный автобус. Автобус подъезжает к нашему техникуму, сажает ребят вместе с мастерами и отвозит на территорию завода «Звезда». Потом обязательно в обеденный перерыв они кормят заводским обедом. Очень вкусный. Ребята с удовольствием бегут в заводскую столовую. Тоже один из стимулов. И очень приятно, что завод находит возможность материального поощрения ребят ежемесячных стипендий, которые они получают здесь от государства. Еще и завод доплачивает им по тысяче рублей. И для них это тоже большой стимул. И, конечно, это как-то ребят ориентирует уже на более серьезные отношения. Они понимают степень значимости своей для завода. Они видят перспективу, они знают, что они будут востребованы. У нас была поездка такая неожиданная на завод. У нас тоже есть пропуск. Мы теперь полноправные, полноценные заводчане на заводе «Звезда». И мы приехали, нам надо было встретиться с преподавателем. Ведь руководство завода еще выделило для обучения ребят непосредственно своего мастера на заводе. Молодой человек, который горит желанием работать с ребятами. Мне очень приятно, что он такой активный. Молодец. Он нашел сразу с ними точки соприкосновения, подход к ребятам. И они с удовольствием его слушают и делают все, что он говорит. И мы приехали со старшим мастером на завод. Это была неожиданная наша поездка. Просто надо было срочно какие-то вопросы решить. И зашли в мастерские. И смотрим, лежат стопочки тетради на столе преподавателя, заводчанина. И мы так взяли, стали листать. И вы знаете, такая гордость за наших детей, насколько они ответственны. И как они откликаются на хорошее отношение к ним, когда они видят, как к ним относятся. Ведь если порядок вокруг, то он повлечет по неволе за собой этот порядок внутри. Какие чистые тетради, какие красивые чертежи. Не стыдно их показать. В любой момент приезда можно открыть, посмотреть и сказать. Вот эта работа гагаринцев, это гагаринские студенты, которые вот так относятся ответственно к тем знаниям, которые им дают. Вот они понимают, что они будут востребованы на заводе, что они нужны, что у них хорошая перспектива. Это первый курс, это еще начало. И мы, правда, кортимся нашими ребятами. Предлагаю прерваться на короткую рекламу, потом вернемся в студию и продолжим наш диалог. Не переключайтесь. После короткой рекламы мы возвращаемся вновь в студию. И у нас продолжается диалог с Кисуркиной Светланой Николаевной, директором Люберецкого политехнического техникума имени Юрия Алексеевича Гагарина. Светлана Николаевна, практика на заводе «Звезда» – это, конечно же, можно сказать, современным сленгом круто. А что у вас еще есть интересного в практической деятельности или, может, обмен опытом какой-то интересный? Ну что, можно очень интересно рассказывать еще и про профессию повара. Она всегда востребована. И девочки, и мальчики. Кстати, вот тенденция последних лет, что на профессию повара поступает гораздо больше мальчиков, чем девочек. У нас даже проблема, у нас есть ансамбль барабанщиц, а девочек нам не хватает, у нас большинство мальчиков. Поэтому, что можно сказать про подготовку по этой профессии? Ну, наверное, очень интересно наше международное сотрудничество с финским колледжем «Саво», который находится в городе Копио. И ежегодно наша делегация выезжает туда. Обычно традиционно это бывает в январе. Им так удобно нас встречать, принимать. И наши преподаватели, наши студенты имеют возможность повышения своего уровня квалификации на предприятиях, в ресторанах города Копио и непосредственно в колледже, в лабораториях. У них очень современные пять лабораторий, которые оснащены суперсовременным оборудованием. И так как сейчас очень развито движение и в России, оно уже четвертый год, идет это движение WorldSkills, профессиональное соревнование между студентами, то для нас очень важно, чтобы наши студенты могли работать вот на таком современном оборудовании, который уже заявлен на самом конкурсе. Чтобы они не пугались той обстановки, которая будет там. Потому что пока немножечко у нас сложнее с экипировкой такой, но мы к этому стремимся. И вот благодаря тем отношениям, которые у нас с этим колледжем, многие вещи мы уже у себя тоже внедрили. Поэтому мы идем ногу со временем. И вот в январе мы ездили очередной раз, а в апреле мы ожидаем уже ответный визит наших финских коллег, которые приедут сюда в Люберцы и будут уже не первый раз давать мастер-класс. Тоже будут давать мастер-класс по финской кухне. Поэтому тоже будет очень интересно люберчанам посмотреть. Конечно, попробовать вкусно, но это немножко ограниченно, лимитировано. Но я думаю, что они поверят на наш вкус, как мы скажем, вкусно это будет или нет. Но я думаю, что люберчане и в будущем в ресторанах города смогут попробовать все-таки уже от шеф-поваров, именно которые выпустились из стен вашего политехнического техникума. Конечно. Но я хочу сказать, что мы на разных площадках делаем эти мастер-классы. У нас была площадка в ресторане «Ди Юр», в ресторане «Валери». И я знаю, что в некоторых ресторанах уже в меню входят некоторые блюда, которые финские коллеги представляли на мастер-классе. Какая прелесть. Ну, хочется продолжить и поговорить про реорганизацию образовательных учреждений. Суть такова, что в связи с последними событиями, вот эта реорганизация уже идет полным ходом. Скажите, коснулась ли она техникума? Ну, мы все знаем, что сейчас в стране идет и реорганизация, или, как еще называют, оптимизация учреждений. Это коснулось и системы здравоохранения, системы культуры, и, конечно, образования, и Московской области в том числе. Но в Люберецком районе работает три техникума областных. И они будут тоже реорганизованы путем присоединения к техникуму Московский областной техникум отраслевых технологий. Вот Красковский техникум и Люберецкий политехнический техникум имени Гагарина, мы более молодые в сфере среднего профессионального образования, потому что мы в этот статус вступили только в 2011 году. Вот наш техникум, а в Красково – в 2012 году. И поэтому нас присоединяет к тому техникуму, который уже имеет давнюю историю и давний опыт подготовки специалистов среднего профессионального образования. Но Люберчан пусть это не пугает, потому что слухи разные ходят, и, конечно, много звонков. У нас много выпускников, которые меня останавливают или звонят и спрашивают, Светлана Николаевна, а что такое происходит, как Гагаринская, что его больше не будет. Все остается на месте. Будет единое учреждение образовательной профессиональной подготовки Люберецкий техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина, в котором будет аккумулировано сразу три образовательных учреждения профессионального образования. С одной стороны, может быть, хотелось бы самостоятельно, чтобы выступал Люберецкий политехнический техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина, а с другой стороны, наверное, есть какая-то логика, помимо той экономической выгоды или того экономического эффекта, который предполагается. Наверное, все-таки в этом тоже есть зерно рациональности, когда все три образовательных учреждения не тянут одеяло, если так можно выразиться, друг от друга на себя, а работают в одной упряжке, в одной связке. У нас уже состоялась встреча трех директоров, где мы наметили перспективу нашей работы, мы определились, по каким направлениям каждое подразделение будет работать. То есть все руководство остается на своих местах. Преподаватели, мастеров, студентов это никаким образом не затронет, поэтому все нормально. Это жизнь, это движение вперед, и образование точно так же не стоит на месте, как и вся страна. Мы все время в движении. То есть перспективы, можно сказать, что не такие уж и плохие, а наоборот взгляд в будущее, взгляд в небо бесконечный, как когда-то был Юра Гагарин. Как и Юра Гагарин, который шагает по ней. С ним, кстати, уже совсем скоро будут связаны еще несколько событий. Это 27 марта, когда, к сожалению, Юрия Алексеевича не стало. Не стало, погиб. 27 марта мы каждый год, гагаринцы выезжают в Киржач, на место гибели в Киржачский район, на место гибели Юрия Алексеевича Гагарина и Серегина. И очень много гостей, очень много людей бывает в этот день там. Приезжают все те, кто работал вместе с Юрием Алексеевичем в первом отряде космонавтов и молодые космонавты, центр подготовки. Это всегда очень торжественно и очень трогательно бывает. Алексей Архипович Леонов приложил массу усилий и много сделал для того, чтобы недалеко от места гибели Юрия Алексеевича Гагарина находится храм, но он был в таком обетшалом состоянии. И благодаря вот такой энергии Алексея Архиповича Леонова этот храм восстановили. И каждый год, теперь, когда заканчивается митинг, дается сигнал, все замолкают буквально, и начинают звонить колокола. И вот этот малиновый звон в дрожащем, прям в дрожащем небе, в воздухе, он так красиво звучит вот в память погибших Юрия Алексеевича Гагарина и Серегина. Мы тоже поедем и в этом году, конечно, обязательно. Конечно, грустно об этом думать, но все же время быстротечно, время уходит, но память никогда не уходит. Да. Память также придется, опять же, вспомнить великие достижения наших космонавтов и 12 апреля. Обязательно. Уже День космонавтики. Может, у вас запланированы какие-то крупные мероприятия? Обязательно. У нас праздник. Это один из самых любимых праздников в нашем техникуме, потому что это встреча, и космонавтов, они к нам приезжают. У нас очень часто бывают известные люди нашей страны. У нас в гостях позапрошлом году Иосиф Давыдович Кобзон был. Приезжал к нам Василий Семенович Лановой, Наталья Сергеевна Королёва, дочь генерального конструктора Сергея Павловича Королёва. Кстати, мы к ней на следующей неделе приедем. Она нас пригласила к себе, потому что в соавторстве она издала книгу, посвященную ее отцу, главному конструктору, и она хочет эту книгу подарить нашему музею. Так что мы с ней увидимся на следующей неделе. Мы вас приглашаем, пожалуйста, Люберецкое телевидение. Может быть, будет интересно с нами поехать. Такое событие, как же. И у нас приезжал в прошлом году был Сергей Константинович Крикалев. Это вообще человек-легенда. Он, во-первых, первый герой России. Ему самому первому присвоили это звание Герой России. У нас всегда был Герой Советского Союза. Но он уже и Герой Советского Союза, и Герой России. Потому что у него целая там история была с его полетом, когда он улетел весной и улетел из Советского Союза. А когда должен был приземлиться в сентябре или в августе, должно было состояться это приземление. Но были августовские события, как вы помните. И, к сожалению, не смогли выставить второй, как назвать, комплекс для того, чтобы возвратить космонавта на Землю. Его попросили еще задержаться на орбите. И он задержался, чуть ли не целый год был на орбите. И только весной следующего года он смог вернуться на Землю. Туда улетел. Из Советского Союза прилетел в Россию, совершенно в другую страну. Ну, вот улетел туда Героем Советского Союза, а прилетел уже сразу, стал и Героем еще России. Вот такой тоже человек-легенда. То есть у нас очень много гостей, и ребята всегда гордятся. Для них, в принципе, это уже такая обычная обстановка, когда у нас телевидение, когда у нас гости. Уже они не пугаются, они хорошо говорят на камеру, если у них что-то спрашивают. Они уже привычны к этому. Так что у нас праздник впереди. Светлана Николаевна, разговаривать о звездах, о космосе, это также бесконечно и очень интересно, я думаю, что и нашим телезрителям. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я думаю, что в связи с предстоящими праздниками мы обязательно еще увидимся и пообщаемся. Вам хочется сказать большое спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. И, дорогим нашим телезрителям, я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Кисуркина Светлана Николаевна, директор Люберецкого политехнического техникума имени Юрия Алексеевича Гагарина. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю всего хорошего. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин